В фойе кинотеатра выставка, книги, журналы, фотографии, письма и блокноты, в которых детским почерком значатся даты смерти самых близких и дорогих людей. Они уходили не сразу, мучительно и больно для тех, кто оставался, чтобы выжить без куска хлеба. Каждый год в день полного снятия блокады Ленинграда выжившие вспоминают жителей и защитников города. Бывает, что весь Санкт-Петербург вместо света в своих квартирах зажигает в окнах свечу памяти. Только в блокаду Ленинграда погибло более 632 тысяч человек, 332 тысячи убитых, более 111 тысяч пропавших без вести. За этими ужасными цифрами искалечены судьбы людей. Внуки и правнуки погибших понимают сейчас, насколько другой могла бы быть их жизнь, если бы не погибли тогда их родственники. Мне очень хотелось есть. Я закрыла глаза. Нас провожали заплаканные женщины. Кто-то спросил у солдата, куда их везут. Солдат ответил, в Красную гору. Там будет детский дом. О невыносимых днях с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 фильм, который сегодня смотрели юные адлерцы. Их комок подступал в горло у всех и у школьников, и у тех, кто пережил ужасы фашизма. Я работал в то время в колхозах, на коровах, сели, пахали. Ну, как за Ленинград рассказывают, как они там голодовали. Мы хоть на картошке дожили как-то, на щавелю, не больше, а у них страшно. Я пережил, я плачу каждый раз, как они говорят. О том, что пришлось пережить его сверстникам в блокадном Ленинграде, Михаил Иванович узнал гораздо позже. В деревне под оккупированным Орлом не было радио. Свирепствовали фашисты, от рук которых погибли две его сестренки. 12-летнему мальчишке тогда повезло, он выжил. Как и 17-ти блокадникам Адлерского района, которые победили массовый голод и до сих пор ценят каждую крошку хлеба. А современники, в свою очередь, хранят память. Заботы о ветеранах, памятные мемориальные мероприятия, сохранение памятников военной истории. И обязательно, конечно, для нашей молодежи знание военной истории. А на пешеходной зоне улицы Карла Маркса обновленные памятные стеллы. Их установили в памяти героев Советского Союза, жителях Адлера. Елена Апсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.